Здравствуйте, друзья! С вами проект FPG Systems.ru. Мы продолжаем курс лекций по проектированию FPG для разработчиков начального уровня. Сегодня мы с вами рассмотрим, что такое физически не клонируемая функция, и обсудим структуру предстоящего проекта. На вопрос, что такое физически не клонируемая функция, Википедия дает вполне исчерпывающий себя ответ. Физически не клонируемая функция, или PAF, это функция, воплощенная в физической структуре, которую просто оценить, но трудно характеризовать, смоделировать или воспроизвести. Это физическая система, которая при воздействии на нее порождает уникальный, но непредсказуемый ответ. В применительной тематике FPG имеется следующее пояснение. Полученные в процессе массового изготовления микросхемы отличаются не повторяющимся набором электрических характеристик, что может быть использовано в системах безопасности как гарантированно неподдающийся копированию и идентификационный признак. Это означает, что ввиду физического разброса параметров и допуску технологического процесса для изготовления микросхем не существует двух абсолютно одинаковых интегральных микросхем. Используя этот факт, можно предположить, что две одинаковых структуры определенного типа, реализованные на разных микросхемах, приведут к различному результату их работы. Существует большое количество физически инклонируемых функций, которые различаются по физическому принципу работы самой функции. Они бывают на оптических элементах, на интегральных микросхемах, на полевых транзисторах, на магнитных элементах. И различающиеся по принципу работы, по типу арбитра, на основе сбоев, на базе случайного состояния части ячейк статической памяти переключения и по типу бабочки. Поскольку мы с вами собираемся имплементировать PAV в FPGA, то нас в первую очередь интересует реализация на основе задержек или delay PAV. Существует много различных видов физически инклонируемых функций, работающих по принципу задержек. Они относятся в основном к двум типам по принципу работы – арбитр и кольцевой эсцеллятор. Самой простой из серии PAV, основанных на задержках и работающих по принципу кто первый, является арбитр PAV. Она состоит из группы мультиплексоров, образующих линию задержки и синхронную элементом в виде D-триггера. На мультиплексор подается сигнал выбора Challenge. Манипулируя сигналом выбора, мы можем манипулировать путем прохождения сигнала. Существует стабильное состояние, в котором на выходе триггера будет 0 или 1. И нестабильное состояние, в результате которых на выходе триггера получается последовательность 0 и 1. Поскольку существует разброс в параметрах при изготовлении микросхем, данная структура будет генерировать последовательность 1 и 0 при различных значениях сигнала выбора Challenge в разных микросхемах. На базе арбитра PAV строят и другие структуры, например, с обратной связью или несколькими линиями задержки, выходы которых пропущены через логику. Другой пример – это последовательно включенные инверторы, образующие кольцевой эсцеллятор. На базе этой цепочки также строятся различные структуры, примеры которых приведены на слайде. Суммируя все вышесказанное, нам необходимо определиться, какой из типов PAV мы будем реализовывать, какие управляющие сигналы нам необходимы для управления PAV, и как нам вывести полученные значения с реализованной физически инкланируемой функцией. Наш проект будет иметь структуру верхнего уровня, изображенную на слайде. В нее входят компьютер или ноутбук, процессорная система и, собственно, физически инкланируемые функции. Для начала мы определим интерфейс взаимодействия между компьютером и процессорной системой. В нашем проекте мы будем использовать интерфейс UART, как один из наиболее простых и популярных интерфейсов передачи информации между компьютером и сторонним узлом. Параметры интерфейса, такие как скорость и количество 100 бит, мы определим в процессе разработки процессорной системы в соответствующем видеоуроке. Также, возможно, нам понадобится интерфейс JTAC, который мы будем использовать не только для программирования и отладки нашего проекта внутри PLIS, но и, вероятно, для передачи информации о собранной статистике с PAV на компьютер, то есть как альтернативу интерфейсу UART. Интерфейс передачи данных определен. Теперь давайте определимся с видом физически инкланируемой функции. Как мы обсуждали ранее, арбитр PAV является базовой структурой, на основе которой можно построить другие, более сложные структуры, физически инкланируемые функции. Поэтому в нашем проекте мы будем реализовывать именно ее. Полученной во время работы над этим типом физически инкланируемые функции знаний будет вполне достаточно, чтобы вы могли самостоятельно построить остальные типы PAV, основные по принципу «Кто первый», приведенный ранее на слайде 4. Определим теперь необходимые порты взаимодействия процессорной системы и арбитр PAV. Как мы с вами видим, арбитр PAV на вход принимает импульс, который раздваивается и который будет участвовать в гонке сам собой по реализуемой линии задержки. Также на вход должна быть подключена шина выбора состояния мультиплексоров челлендж. Линия задержки должна быть параметризуемой, и разрядность шины челлендж тоже. Результат гонки является выходом арбитр PAV и называется response. Это однобитовый сигнал, который должна прочитать процессорная система. Интерфейс между арбитр PAV и процессорной системой определены. Теперь давайте перейдем к обсуждению структуры процессорной системы. Как мы уже говорили ранее, реализовывать процессорную систему мы будем на базе софт-процессора MicroBlaze. Задача процессорной системы – сформировать серию импульсов и для каждого созданного импульса считать отлик арбитр PAV. Как определили ранее, интерфейс передачи данных между процессорной системой и компьютером является UART. Для формирования импульсов, шины выбора состояния мультиплексоров и чтения отлика мы будем использовать модуль, реализующий порты ввода-вывода в общего назначения, или GPIO. Таким образом, мы получили структурную схему нашего проекта и обговорили основные интерфейсы передачи данных и основные сигналы, необходимые для функционирования разрабатываемого проекта. Давайте обсудим структуру каталога нашего проекта. Весь проект будет находиться в папке PAV. Дополнительная литература и полезная информация будут располагаться в папке DOCS. Здесь же будут располагаться презентации данного курса в папке PRESENTATIONS. Все проекты будут располагаться в папке PRG. Исходные файлы проекта мы разместим в папке SRC, дополнительно разбив их по подкаталогам в соответствии с их расширением. В этой части курса мы кратко рассмотрели, что такое физически инкланируемая функция, основные ее типы и принципы работы. Определились с типом реализуемый PAV, в качестве которого выбрали ArbiterPAP. Обсудили и утвердили структуру проекта и каталога проекта. В следующей части мы приступим непосредственно к разработке физически инкланируемой функции ArbiterPAP средиозальников ВИВАДА на языках ВИЧДЕЛЬ и ВИРИЛОК. Если у вас остались какие-то вопросы, идеи или вы хотите помочь в развитии проекта статьи, видео или поделиться опытом с начинальщими и PGA-разработчиками, то оставляйте свое предложение в комментариях под видео на нашем сайте pgasystems.ru или присылайте их на наш почтовый ящик. На этом наша вторая часть закончена. Всего доброго. Увидимся на третьей части нашего курса. Продолжение следует...